я вас приветствую дорогие друзья давно не видел не слышал в москве очень поздно молдове минус 1 час я думаю что в это время еще не все спят но давайте подождем пока подключится посмотрим может наоборот все спят и никого не будет так вижу борис тучак бельский дупо борис тучак мере мирясов александра дудон онлайн потом идет александр тучак это брат бориса . так марьяна роман азадин сантилена в армии геннадий витсова целутер дин сучава привет из бельс так не все спят смотрите какие все активны народ продолжает подключаться делайте пожалуйста репосты ребят не стесняйтесь так как у нас нет публики тв а потом когда я заберем бум государственной там тоже особо не повыступаешь там буду вступать все так фале что вы открыл моим привет из гагозии гагозия привет так вот там один кавораж николай цепович присоединился цепович вообще сидит тут за столом в майке как фильме джентльмены удачи коля ты шо включил а шо ты на мне цепович устал но чтобы не смотреть мне в глаза он решил смотреть на меня через айфон вот так греция на связи салют эльдину ради и вон мусья скри салют усатый но рок мусья так франкфурт москва чё вся спит я не помню за ними или москва москва новый слив так вижу европа вся не спит ага привет динсо вот тут девушка пишет светлана иванова вроде есть рута в на рута в можно петь и стихи рассказывать про плохиша там не поговоришь ну разве что в песне может быть на самом деле кто-то напишет песню про плохиша тогда можно на рута в таки шиналу муду армии партия дуностру резина даст на руку николай так москва вижу тут ну ребят смотрю очень серьезно активность для этого времени это меня приятно радует значит них не выходил долго на связь очень сильно простыл по полям лесам все выходил в лес как бы каждый день ну как бы ждал какой-нибудь кавкалюк выйдет из кустов какой-нибудь плохиша какая-нибудь группа захвата типа той который они отправляли в тираспорт когда выкрали этого такой же мошенник какие те кто его закрыли так в европе дорогой интернет ближе к теме переезжайте жить в москву здесь дешево все лучше в кишневе особенно страны так ребят что хотел с вами обсудить так как мы не видели с вами какое-то время значит я продолжаю работать в москве жду пока закончится вся эта история связанная с президентскими выборами посмотреть решение конституционного суда первые шаги Игоря Додона как президента если пройдет все в конституционном суде значит посмотреть что будут делать другие политические партии хотя я уверен что сегодня всех нормальных политиков может объединять только одна вещь это борьба с режимом плохотнюка простите заодно правда видите вот значит я просто пью колдрекс поэтому не извините как бы и с вами хотел переговорить но тут уже более-менее голос есть поэтому поэтому вот так значит мы должны сегодня объединиться все что не парламентская позиция партия платформа да партия партия и мы поговорим с коллегами и с прокурором и с многими остальными поэтому сегодня мы начнем с линия и если мы взяли европей и не ничего это это обзаним абсолютно немык а это есть сейчас лидер у нас делать это не подниматься или что они потратят То, что касается других моментов, вот тут вижу, Никита СК, где материал на Плохотнюка, который ты обещал? Значит, либо чаще смотрите за моей страницей, потому что я опубликовал достаточно материалов, по которым Плохотнюк должен быть осужден на десятки лет. Я говорил о том, что я не доверяю сегодня молдавской юстиции, которая, кроме как выполняя заказы Плохотнюка и убирает там неугодных судей, прокуроров, они реально ничего не делают. Они просто зачищают огрездности для того, чтобы ставить своих верных собак и для того, чтобы боялись тех, кто сегодня еще раздумывает, как бы ложиться под Плохотнюка или нет. Это очень простая схема. Значит, я говорил о том, что я продолжаю сотрудничать с правоохранительными органами разных стран. Хочу обрадовать Кавкалюка и прокурора Бусуёк, которые кричат, что я в Интерполе. Сегодня, значит, с Интерпола я снял. Значит, они подают уже индивидуально в разные страны, значит, материал о том, что есть мандат на арест в Молдове и так далее, потому что Интерпол меня снял. И каждая страна будет решать, выдавать меня или нет. Вот поэтому я решил в ближайшее время оказаться в одной из европейских стран. Я обязательно перед вылетом сообщу, в какую страну я лечу, где я хочу предоставить определенные материалы. Я хочу предоставить кое-какие разъяснения по материалам, которые я предоставил заодно. Ну, значит, посмотрим, как будет выглядеть молдавская юстиция, прокурор, который рисует уголовные дела, причем не только мне, ну и все остальные. Поверьте, что это будет очень красиво. Я обещал, что основная задача это получить мандат на арест на имя Плохотника, который в Молдове сегодня, к сожалению, пока Молдова является захваченным государством, получить невозможно. Вы даете еще несколько комментариев, который все эксперимен, внуки аркурят, в разу вас по новоплаченному привезу, влезть в блокацию аккаунта, сразу снова блокируем еду почти, дискутим. Когда ковем мы дискутим нормально, птянут с борьбем, так, ну, в дуре санататишь, дущец ваша... Тусуйтесь на здоровье. Вот, значит, поэтому сегодня я понимаю, что можно получить международный мандат на арест на Плохотника только за пределами Молдовы, двигаюсь в этом направлении. В ближайшее время у меня будут несколько рабочих поездок, как мэра города Бельца, чтобы они там не исполняли свое кино, не рассказывали людям, что усатый бросил, забыл город и так далее. Значит, в ближайшее время, несмотря на мое отсутствие, временно, подчеркиваю, приедет команда экспертов, Бельца, которые встретятся с исполняющими обязанностями примара Игорем Шереметом, другими руководителями, которые встретятся с примарами от нашей партии, которые представлены в других городах и населенных пунктах страны. Значит, я активно займусь сейчас сотрудничеством с правительством Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области. И сегодня, чтобы не было спекуляций, чтобы было понятно, ребят, проблема не в том, что вот усатый сядет, как бы, и не хочет. Значит, я могу сегодня оказаться рядом с Гринку, Феликсом и другими политзаключенными. Но вопрос, ребят, кто будет добивать плохиша, скажите, пожалуйста. Потому что сидеть там и писать вам, и кричать по коридорам, плохотнюк тот, сделал это и так далее, но такая стратегия не очень прикольная для меня. Значит, поэтому, значит, я обязательно доведу начатое до конца. Я хочу поблагодарить всех наших активистов, всех членов партии, секретарей, координаторов, тех, кто участвует в акциях протеста. Хочу взбодрить тех, кто сегодня боятся. Очень многие звонят в офис нашей партии, что боятся выходить на протест, боятся быть арестованными и так далее. Ребят, вы поступайте так, как вам подсказывает ваше сердце. Но если мы будем дружно держаться, будет все в порядке. А если будете, будем сидеть дома, жевать сопли, то из этого ничего не получится. Результаты моей работы, поверьте мне, будут видны. И однозначно займут не одну страницу в истории современной Молдовы. В этом можете не сомневаться. Несмотря на то, что у меня нет сегодня в Бельцах, к сожалению, подчеркиваю, сегодня у нас нет таких ситуаций, которая произошла, например, в Кишиневе с детьми. Вы понимаете, за это просто нужно кончать, и сувать эту курицу, свинину, киртуака просто в глотку, понимаете? И всем этим негодяям, которые вместе с ним организовали этот бизнес на здоровье наших детей. Когда я говорил в предыдущих интервью, когда мы разгромили всю эту предыдущую мафию, которая грабила муниципальный бюджет, непонятные компании, не имеющие холодильников, не имеющие специализированных автомобилей для перевозки, например, охлажденного мяса, вот такие компании выигрывали в Бельцах тендеры. Проверьте, я хочу обратиться ко всем независимым журналистам, съездите в Бельц и посмотрите, как работает наше муниципальное предприятие, которое отвечает за питание детей. Посмотрите наши договора. Вот есть сайт антикоррупции.media. У нас сегодня дети едят мясо замороженное или даже охлажденное, которое поставляет компания Рогов. То есть вы представляете, вот компания, огромная компания, которая дала самую хорошую цену в стране и соответствует всем критериям, понимаете? То есть у нас закончились все этими историями с мясом в сумках, творогом в коробках из-под банана и так далее, понимаете? Поедьте, посмотрите. То же самое касается и других предприятий. Сегодня что делает Плохотнюк? Они же знали про этот беспредел раньше, так же, как и про сотни других нарушений Киртуака, его команды негодяев, потому что они пошли по этому принципу, и там один негодяй назначает другого и так далее. Понимаете, почему именно сейчас? Сейчас Плохотнюк, я так понимаю, решил избавиться от гимб. И он гимбу просто сливает прицепом Киртуака. Значит, вот понимаете, вот в тролликах, вот пишет парень, «Скри Ромео Андр, Ренат, он кидит гуру, канутия кредит нимень, ничь болтяни русофоняй тэй». Нож ты дёнь и дештеп, то я скажу, «Так, я ж уйти ламая санду, ламая лагота, уйти пиют туп гасэшти рабыня и заура, богатые тоже плачут». Ну, так, все ванну с коминь. Значит, скажите, пожалуйста, как будет с Новым Годом в Бельцах, будет в прошлом году ярмарка, да? 15 декабря будет... 15 декабря ёлка, да? 15 декабря открытие ёлки в Бельцах, где в этом году, из того, что было в прошлом году, не будет только катка, потому что каток в Молдавии сдаётся в аренду только один. И Киртуака, кстати, и там. Короче, каток этот в этом году забрал Кишинёв, в прошлом году он был в Бельце, плюс он один на всю страну, к сожалению. Значит, карусели, ярмарка, извар, колценаж, малигы, фригоруи, то, 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 сейчас возу там на треку, то сфей. А кум дипедата, один тень, чепс, на всем фрумуцаска, урашу, кумари плачериш, кумари драк, осамабукур, да, кэм, сутидими дюами, динтуата цара, кашану трякуту звезде збалцу, то есть будут детские аттракционы, качели, то есть, ребят, всё, что было в прошлом году, значит, да, тяжело, ситуация не самая хорошая, но я двигаюсь вперёд, потому что запланировано, то есть, будет стоять сцена со звуком, с караоке, значит, каждый день будут выступать молдавские артисты, и новогодняя ночь будет огромная тусовка на площади, в Бельцах, где, в худшем случае, я с вами буду в прямом эфире онлайн, поэтому, welcome to Belts, и поверьте, как и в прошлом году, лучше всех украшенных будет именно Бельцах, и в Бельцах будет самая красивая ёлка в Молдове, я думаю, не только в Молдове, в том числе, за её пределами, значит, вот, значит, вопрос про Стивена Сигула, да, вчера встречался с ним в ресторане, значит, мы с ним дружим уже порядка 10 лет, значит, получил российский паспорт позавчера, президент России ему вручил, мы встретились, Стивен хороший парень, значит, и жив-здоров, вот, значит, многие пишут, что соскучились, очень приятно, ребят, пишите мне в личку, значит, идеи по организации работы в том или ином населенном пункте, идеи с организацией работы первичных ячейков, ребят, выходите с идеями, я буду рад выслушать, значит, только, пожалуйста, пишите мне всё в одном сообщении, не делите текст на 10 сообщений, потому что это проблема для меня даже читать, не то, что отвечать, напишите всё в одном предложении, обязательно ставьте свой номер в WhatsApp, чтобы я мог куда-то перезвонить, то есть я на открытый телефон, я не звоню, ну, потому что эти болваны пишут, все мои, все мои телефоны стоят на прослушке, на входящей, в Молдову, на исходящей из Молдовы, вот, значит, Сигалов Молдовы обязательно приедет, сказал, приедет поддержать, и не только вот, я видел разных друзей, значит, куда писать, пишите, ребят, вот на мою, вот вы сейчас смотрите лайв на моей персональной странице, на ней обязательно и пишите, значит, вижу много предложений о поддержке, кто-то хочет вступить в партию, ребят, есть офисы во всех районах сегодня страны, практически, есть центральный офис Кишинёв, Букуреж 117, мы рады всем тем, которые вступят, значит, в ближайшее время начнут выдаваться партийные билеты, но хочу сказать, что это так же и ответственность, но все детали вам объяснят, объяснят наши коллеги из офиса, правда ли, что на рынке Байдукова будет бесплатный интернет, значит, обсуждался вопрос интернета, согласно, он рассматривал предложение, и, мол, телекома, и интернета, и поставил задачу, что как можно больше было бесплатных площадок в Бельцах, где будет Wi-Fi, значит, кстати, продолжается работа, хочу пригласить всех тех, кто там выступает и смотрит, или пишет новости на публике ТВ, посетите рынок на Пушкина, на Бельцах, посмотрите, как он выглядит, Бельцы, кстати, пришли на рынок, ни у кого в Молдове нет таких столов, у нас в Бельцах на рынке, все столы, на которых будут продаваться мясные изделия, значит, это будут все столы с холодильниками, то есть даже прилавок, сам прилавок, сама столешница, она будет с охлаждением, то есть для того, чтобы люди реально покупали охлажденное мясо, то есть кто-то привез там телятину или свинину с деревни, как бы, нет смысла привезли на охлажденном столе, даже в жару, они для этого предназначены, значит, на Байдуково, значит, продолжаются работы, значит, будет отремонтирована дорога на Байдуково, там уже практически на стадии завершения, на этой неделе будут завершены все согласования, я думаю, даст Бог до Нового года, значит, начнем или закончим? Начнем. А? Дорогу дальше начнем. Начнем, да? Согласовались, сейчас на этой неделе. Вот. Приехали ребята, приехали. Значит, извините еще раз, ребят, но просто у нас частный разговор, я не нахожусь на какой-то телепередаче, что некоторые умничают, я реально по вам соскучился, вышел в прямой эфир, даже сейчас пить Террафлю, или Колдоргс, даже не знаю, что, потому что надо привести себя в порядок, будет очень много. Да, Ренат, когда офис на Киевском заработает? Значит, на этой неделе, значит, я хочу встретиться с кем-то из руководства РЖД, постретать, либо это будет территория Киевского вокзала, чтобы с ними решить. У меня есть четыре варианта офиса, но они не находятся на прежней части. Почему я хочу на Киевском, чтобы был на проходнике, чтобы люди его находили? Потому что, если это будет где-то в переулке, там, за Драгомиловским рынком, я пока что его нашел. Я боюсь, что люди не смогут, ну, не смогут его легко найти. Вот тут пишут, что у Тролли спросили, что с елкой в Кишниеве. С елкой в Кишниеве, следующая история. Там по телевидению рассказали историю про бизнесмена, тайного, который купил эту елку. Это заставили тех, кто карусели ставит на Новый год в Кишниеве на площади купить эту елку. И хочу попросить Центра по борьбе с коррупцией. Займитесь, ребята, вы же иногда как будто работаете. Вот. Че сяуди кудудон? Бэс, че че цениди дудон вон спос. Дичь, ведем дичизи о корте и конституционале, допустим, мы требуем спрегатим о стратегии конкретно, нижние пункты конкретные. У них пришедет, если демонстрироваться, кэрепрезенту че 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 вор че тачени, че тачени вор астас, аллежир, античпати. Прима, что дой параллел астас, деструйзим Плохотнюк, что цель мгл, а дикордиум Плохотнюк. И окажет эту ситуацию. Значит, ждем вашего возвращения. Спасибо, ребят, но вы поймите, вы поймите, что если бы Плохотнюк меня не боялся, не боялся бы нашей партии, вы посмотрите, какие репрессии против наших активистов, какие против меня. Всему этому будет положен конец. И таскаться с ним точно больше никто не будет. Из-за того, что таскаться с ним больше никто не будет, бусуекнули по этим и парня, что в кого запинали. Игра бы 3D-3С. Ринат Ичеф Айз Диану Ноу. Диану Ноу вот факт тот по себе. Смонтарк как-то репет в Молдову, но не думаю что я успешу до Нового года. Довольно, что мне нужно быть арестован Плохотнюк, и, скажу, что я сказал, что до 8 марта мы должны разговаривать на Пушкарии. Диану 8 марта в Диану интернационал живу. Феми должны быть кодовы. Так, я говорю, что у меня зварь фирбинты, лас терафлюн. Это манка мбуты Взвар рэсиш, я как в детском рэсил. Почему отвечаете, не отвечаете на смс в фейсбуке? Ребята уже говорил. Смс четко по теме с обратным номером телефона в WhatsApp, чтобы я мог оставлять конкретную информацию, контактный телефон, чтобы я мог. Так, какую оплату сделаете у нас на Батуху, оставьте 20% перерасчет, я что-то не пойму. Ой, я кого надела педес, криво, Ктавян, Дерега, киллер. Там не фереште. Моему, это, мол, моему, это тела публика в Астр, самая сколта, плохотнейшим, меня софлацкла, мамурашпи, Кеннеди. Ээээ, на этого имбитла порездиан, но мы. Купареве дырёв, лаумент, осмавла дваром фиберации русам, говори, что вам спуск. А вот я ду почёл вазутки Интерполу, о рефузат, что он уладает Red Notice, но, чё, так, сфинка утаря Интерпола, я тебе дам, он, тать, статили, ше, шиском, ла брат, ла пари сожунг, адика, дар, треба, ди дискутат, кавоказнин, тим, шо жам, ади партия. Дар, май, пригодец, куниш, сюрпризу, каре, в Усфии, дима, пропиаш, пальца, терминаж, кутать, простилися. Значит, Леонид Бачинский, усатый, ты не с бутырки, говоришь? Пойдите, проверьтесь, пожалуйста, и вы поймёте, откуда. Так. Значит, проекты в разработку принимайте. Всё, что интересно, на всё отвечу. Так. Тебя люди ждут больше, чем Деда Мороза. Спасибо большое. Не, ну всё равно, мальчики всё равно больше ждут Снегурочку, чем Деда Мороза. Это я помню с детства. Пока понял, что Снегуровьки нету. Грустил пару лет. Так, Ренат, Питер, весь тут. Ребята, кстати, по встрече в Москве и встрече с нашими соотечественниками в Санкт-Петербурге, когда буду в командировке, обозначу место, с удовольствием встречусь с теми, кто живёт в Санкт-Петербурге, в Нижнем Новгороде и других регионах России. То есть, я буду публично делать информацию, заодно будет и Кавкалюк знать, где меня ловить, я же его жду, понимаете? Я реально дошёл до того, вот очень хочу, скучаю по Хатюкову, вообще, может быть, привезут Хати в Москву погасить. Тут есть у него друзья, и Снежок, и дед. Значит, реально, буду с Хатюкова стоять на Киевском вокзале, ждать Кавкалюка. так, 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 ребят, больше перепостов, пусть больше наших увидят, да, спасибо всем за перепосты, буду вам признателен за то, что делать. Ладно, ребят, не вешайте нож, значит, всё будет в порядке, самое главное, перестаньте бояться, перестаньте мандражировать, и начните верить самих себя, и в этом убеждайте своих друзей и близких, потому что только вместе мы сможем построить новую сильную Молдову, а со всеми плохишами мы, поверьте, разберёмся. Я вас люблю, ваду резко серо-бону, вам спасибо за просмотры, с фото с комменем при уны, ваше репостыр, что не мы видим курант, ваше без.